Селение Буртунай Через Буртунай пролегала дорога, соединяющая горную Салатавию с низменностью. В истории села, как и района, отразились все перемены развития. Село Буртунай образовано из более 40 тухумов. Они из разных сел горного и низменного Дагестана. История и становление каждого тухума и рода представляет сегодня славу и известность селения Буртунай. Мы хотели бы вам рассказать о выходце из Буртуная, представителе славного рода Дейтовых. Вот герой нашего повествования. И зовут его Сайтбек. В раннем возрасте еще и двух лет не было, как лишился отца. Невзирая на трудности, мать вырастила сына. Мама Сайтбека, Умагин, на своем примере труда воспитала самое главное для жизни человека – любовь к труду. С малых лет стал помощником матери по хозяйству. И с года в год Сайтбек обретал самостоятельность. Его достойное становление вселяло уверенность и радость у матери и родни. О Сайтбеке надо говорить, прежде всего, как о человеке. Он был сначала человеком. Очень светлым, очень стеснительным, очень совестливым, трудолюбивым. Тяжелое детство. 60-е годы. И у него, и у нас у всех. Но, тем не менее, он был целеустремленным и внешне таким головоглазым, светлым человеком, и душой, и сердцем. Это был очень светлый, очень добрый человек. И когда я прихожу в Киргу, то мне, с одной стороны, будет очень грустно, потому что Сайтбека нет. Но, с другой стороны, вот вспоминание о нем, о друге, об однокласснике, о человеке, о мусульманине, о семьянине. Во всех отношениях был человек светлый. Природа одарила его работоспособностью и целеустремленностью. В середине 90-х Сайтбек начал работать на производстве. Осваивал азы предпринимательства, познавал новое. В этот период для начинающих открывались безграничные возможности с непредсказуемым риском. Время политических перемен и преобразований в экономике страны буквально было испытанием для начинающих предпринимателей. Ему очень люди доверяли. И поэтому тогда, когда он в первые шаги тоже поступал, все было основано на довериях. Он никогда не подводил людей. Он был настоящим в этом отношении человеком. Время предъявляло нелегкие требования. Начиная с верой во Всевышнего, на путь предпринимательства вышел и Сайтбек. Трудолюбивый с детства, практичный от природы, с верой в душе. На рынке бизнеса заявила себе новый игрок. Сайтбек, как бывший моряк, крепко держал курс к цели. Невидимым маяком ему озарял дорогу свет веры и благонравия. Период становления, особенно у бизнесменов, мы знаем, тяжелый период. Каждая копейка нужна. Потому что, если вы укладываться не будете, а как можно получить прибыль? Именно там можно проверить крепкую напрочность имана бизнесмена. Вот там вот это испытание, он очень хорошо, достойно прошел. А как он стал таким, несколько раз в мероприятиях, Юсуп Хосеюртовский, он говорил, он говорит, является моим учеником. А Юсуп тоже достойно вел и бизнес, и параллельно благотворительность. Я считаю, что Сайтбека такие хорошие результаты, это в какой-то степени ему посчастливилось с учителем. Это очень важно. С кем бы ему не довелось работать, они становились верными друзьями. Редкий обед дома проходил без гостей. Сайтбек создал большую и красивую семью. В воспитании детей он придерживался незыблемости святых традиций горцев, почитания старших и справедливости. На своем примере детям он прививал трудолюбие с малых лет. Ему был дорог край детства. Тяготел к своему селу, радовался встрече сельчан. Каждый раз у въезда в село эта мечеть, как благодарная память о добром человеке Сайтбеке Даитове. Для меня он очень много значил. Это был личность, это был человек, который любит своих близких, друзей, товарищей, младших. Я намного младше него был. Я как-то приехал студентом, учился в Украине. Вот с того времени он мне оказывал помощь, поддержку. Я был очень много. Тайной опорой в жизни были у него друзья и наставники, а он дорожил этим. Наступление времени рыночных отношений совпало с его желанием развивать свое дело. Набрав опыт работы в государственных организациях, Сайтбек был готов начать сам. Предпринимательство для него стало благом от Всевышнего. Не боялся пробовать новое. Не боялся пробовать новое. Принимал волевые решения. Успех в торговле стал его стихией. Эту науку с первого дня он осваивал невиданной честностью в бизнесе и неслыханной щедростью. Свой успех он считал проверкой и испытанием, насколько же он может быть полезным нуждающимся и благородным к неимущим. Во всем его действия становились примером для подражания. С неиссякаемой энергией он брался за каждое новое дело и доводил до успешного завершения. Его результативность оставалась загадкой для тех, кто приглядывался издалека, а те, кто были рядом, восхищались и гордились Сайтбеком. Всевышний одарил его редким для предпринимателя качеством – внутренней честностью без принуждения. За короткое время он развернул широкую предпринимательскую деятельность. Как верный и преданный друзьям, он своей деятельности дал имя друга детства – Киргу. В переводе с многих дагестанских языков – это «сокол». Многим «соколятам» дала старт поддержка, начатая Сайтбеком. Спортивный клуб «Хасавюрта» может гордиться успешными выступлениями ребят на арене состязаний разных видов спорта. В самые неустойчивые годы в экономике после распада страны он создал развивающийся бизнес, укрепил доверие и наладил связи с лучшими производителями России и зарубежных стран. Развивая бизнес, он поддерживал и социально значимые мероприятия. Его благие деяния становились защитой и опорой развития и расширения бизнеса дальше. С именем Сайтбека Даитова, основателя компании Киргу, связано много добрых дел. Сайтбек Даитов был очень внимательным к тем, кто рядом с ним работает. Мы живем в обществе, в котором постоянно встречаются нерешенные вопросы. Как человек панорамного видения проблем, Сайтбек находил сам, где быть полезным и отзывался на просьбы о помощи. Сайтбек Даитов оставил о себе хорошую память. Он остался у людей в памяти, как человек, который в тяжелое время приходит на помощь всем. Не только буртунайцам, родственникам, близким. Всем. Не только аварцам, как аварец. Он интернационалист был. Он всем помогал. Вот результат его творения. Благодать его достается нуждающимся и немощным. Наивысшая похвала и одобрение свыше в бизнесе – это социальная ответственность. Безусловным принципом Сайтбека было, чтобы в рабочем журнале каждый день велась запись о проделанном добром деле. Занимаясь бизнесом, он соблюдал все основные требования, предписанные в исламе и в светском государстве. Его пример введения бизнеса – это как пособие для предпринимателей. Он на деле доказал, что доверие и честность в торговле – это залог непременного успеха. Каждый из нас может гордиться. Это надо сделать так, чтобы в этих тяжелейших условиях 90-х годов, до самого дня своей смерти, этот человек не нарушал ни законы государства, ни законы ислама, ни законы совести. Он жил по правилам совести, по правилам имана. И если бы таких людей было больше, конечно, в Дагестане, этот Дагестан не имел бы такой репутации. У него репутация была бы намного лучше. Сайтбек заложил надежный фундамент бизнесу, и его дело продолжается. Предпринимательство с его подачи получило успешное развитие. Киргу сегодня – это крупнейшая на Северном Кавказе торгово-производственная холдинговая компания. Партнер самых лучших производителей мира. Меценат, чья благотворительность распространена от детей в садах до стариков, от мечетей и церквей до учебных заведений, от спортивных клубов и детских команд до жилых кварталов города. Торговый дом Киргу сотрудничает с производителями и поставщиками из Китая, Кореи, Японии, Италии, Германии, Турции и Чехии. В каком бы уголке не довелось услышать о торговом доме Киргу, это довольные и благодарные отзывы. Здесь все с учетом предпочтений и новых запросов покупателей. Торговый дом Киргу – это дом, в котором есть все. Чтобы то, что он занимался, и его дети продолжают заниматься благотворительностью, тоже всеишним был принят. И дальше, чтобы у них были возможности совершать такие благие деяния. Детям, внукам, правнукам, здоровья, благополучия. Развивая бизнес, компания уделяет время и развитию проектов республиканского и регионального значения. Приведем только разные направления благотворительности в области культуры и искусства, различные фестивали, в спорте. Поддерживая такие массовые мероприятия, руководство компании Киргу создает условия развития, поддерживает начинающих, создает приятную атмосферу в местах массового отдыха горожан. Отдельного упоминания заслуживает сеть «Фэмили» – излюбленное место для досуга и развлечения детям. Саидбек Даитов, будучи верующим, очень трепетно относился к возможности приобщить подрастающее поколение к исламской вере. Особой гордостью города Хасавюрта и всего Дагестана является Исламский университет, названный его именем. Благополучие и деятельность компании Киргу – это соблюдение традиций, заложенное основателем Саидбеком Даитовым. И сегодня они выполняются неукоснительно. Для всех сотрудников компании Киргу честность является залогом успеха. На этом принципе Саидбек Даитов создал всенародно признанный бренд качества, честности и благотворительности. Киргу демонстрирует уверенное развитие, став предприятием, которым может гордиться республика и Северный Кавказ. Сегодня торговый дом Киргу – единственная компания в Дагестане, имеющая прямые контракты с производителями Samsung и LG. Благодаря трудолюбию основателя компании Саидбека Даитова, его продолжателями, конечно же слаженной работе всего коллектива, имя Киргу с золотыми буквами вписано в новую историю Дагестана. Торговый дом Киргу. Дом, в котором есть все.